Олеся Шамятюк у лику потерпелых. В 2015-м девчина заказала дверы, унесла стопроцентную передоплату, а засталась, как говорится, с носом. Али без дверей жить не будешь, тому завернулася у иншую фирму. С полной уповненностью, что Маланка не въедет в одно и то же месяце, унесла 50-процентную передоплату. Поставщик обязал на протягу 40 дней привезти за свой кош дверы до самого подъезда. Когда подошел срок уже доставки наших дверей, мы созванивались, но странно было уже тогда, он с нами практически не связывался по телефону, отвечал смс-сообщениями, что меня как бы очень удивило. Постоянно в смс-ках писал, что перезвонит. Некольки месяцев предпринимальник кормил обеоценками, а потом дослал смс. 20 августа он пишет, я просто банкрот. Мне самому очень удобно, поверьте, 6 лет работал и не было проблем. Но я постараюсь решить с вами, на днях наберу. Позднее высветлится, что от этого человека потерпела не она одна, по одним только в Бресте подманутых покупников оказалось около 20 человек. Неодноразовые суды, которые предпринимальник, даже проигноровал, приняли решение обвертания людям грошей. Але уже хоть как год никто так и не убачил ни копейки. А я-то заказывал в середине прошлого года, то есть у человека были уже проблемы, но при этом он не прекращал свою деятельность, а продолжал брать заказы. Перостерахшись обе от подобной ситуации ведомо ж можно, кажут специалисты. Не платить деньги вперед. Это единственный способ себя предостричь. Мы на настоящий момент разработали несколько форм договоров для потребителей, потому что насколько я отслеживала всякие договора в этой сфере, все договора, когда приходят потребители на рынок, там их убеждают, что вы просто обязаны заплатить предпринимательную плату. Это не так. Это право потребителя внести предпринимательную плату, но не его обязанность. Если заключается договор на товар, которого нет в данный момент у его предпринимателя, они могут заключить договор, но платить они ему вперед не обязаны. Тем временем доверливые заказчики дверей протягивают выплачивать кредиты за товар, который так и не увидели. А сколько еще подобных историй. Татьяна Болтут, Александр Севицкий, телерадио компания «Брест». Продолжение следует... Продолжение следует...